Мы продолжаем рассказывать о событиях-явлениях, которые в этом году отмечают юбилей. Полвека назад была написана книга о Чебурашке, забавном заверьке, который знает, что такое настоящая дружба. Он сразу же полюбился всем и даже стал символом, вдохновляющим на победы. А еще национальным сказочным героем его считают не только в нашей стране. Маниса Усманова о том, как создавался и как менялся этот образ. По-литовски он кульверстукас, по-немецки плумбс, по-фински мускис. И только в Японии его знают под своим именем. Чебурашка приехал к нам из-за границы в коробке с апельсинами. Правда, из какой страны не ясно. Вот эти, например, марокканские, а когда-то даже шутили, что он приехал из Израиля. Тогда, в советское время, именно оттуда возили все апельсины. Но во всем остальном мире точно знают, откуда родом эти большие уши и трогательные глаза. Из России с любовью. Задуманный автором, как иностранец, Чебурашка стал самым главным русским сказочным героем на экспорт. А полвека назад Эдуард Успенский и представить не мог, что переводы его книги займут целый шкаф. Секрет такого мирового успеха он до сих пор не разгадал. Возможно, дело в том, что главными редакторами были сами дети. Главу за главой он читал знакомым малышам и следил за их реакцией. Я помню, такой длинный скамейщик, все такие крапузы. Человек, наверное, 12-15, ну, может, две скамейщики. Вот они сидят и слушают. И вдруг один начал болтать ногами. Раз, два, два. Другой начал болтать ногами. Раз, два. Все стали болтать ногами. Я понял, что они потеряли нить. Им это уже неинтересно. Поэтому эта глава подергалась сомнением. Мы строили, строили и, наконец, построили. Ура! Впрочем, эталонный, знакомый по мультфильму образ чебурашки, был не первым. Сначала читатели увидели его таким. И даже таким. И этот рыжий зверек тоже чебурашка. В Петербургском театре марионеток до сих пор хранится вот такой неизвестный науке зверь. Из первого кукольного спектакля. Мордочка, как у медвежонка. Глаза у медведя маленькие, а у него большие. Вот такие радужные глаза. Кстати, со сцены они великолепно смотрелись, очень живые. Эти вот уши круглые. Вот такой, как апельсинчик. Покорять мир чебурашка начал со Швеции. В 70-х годах он вместе с Геной вел передачу для детей. И целое поколение шведов уверено, что это их национальные сказочные герои. Но настоящий фурор чебурашка произвел гораздо позже. В Японии. Многосерийные аниме, сотни товаров в фирменных магазинах и даже мороженое. Это все любовь по-японски. Реальная народная слава, когда мимо не проходят ни взрослые, ни дети. А студенты вместо смайликов отправляют чебурашек. И каждый без труда нарисует его по памяти. У чебурашки лицо и голова крупные. Он очень трогательный, всегда в замешательстве. Сопереживаешь ему, хочется пожалеть. Мы очень любим таких персонажей. И еще очень важно, что в вашем мультике есть картинки жизни людей из СССР. А у нас всем этим очень интересуются. Поэтому японцы сняли продолжение советского мультфильма, полностью сохранив стилистику, персонажи и даже надписи на русском языке. А первую серию и вовсе повторили кадр в кадр. Отказавшись от компьютерной графики, шесть лет снимали кукольный вариант по эскизам «Союзмультфильма». И даже песни про чебурашку можно встретить сегодня в самом неожиданном исполнении. Ведь он стал идеальным символом не только нашей олимпийской сборной, поколений и страны, но и целого мира детства. Муница Усманова, Мария Емельянова, Дмитрий Витов и Эдис Гурбенбердыев. Первый канал.